короче шапка ахметова ляшко нетрадиционный голубятник не побил ну напал со своим миньоном таким же типа охранником на геруса и посмотрите что это супер неописуемая маразматическая ситуация сложившаяся на сегодняшний день в украине почему и война почему вообще вся эта херня происходит при тогдашнем шароварном вождистки ну вождистки мы поймаем какими вождистки шароварно вождистки лидеры украинского национализма в 90-х годах были принял прием при которых ахметов сепар непосредственный сотрудник путина для схемы путин ахметов захватил всю энергетику украины может почти я там не сильно спец но практически как журналисты говорят всю и качает условия чтобы украинцы и все правительство украинское ходила на побегушках кланяться к путину великому этому царю странному царю путину который уже начинают под под отсасывал китаю то есть у великого царя путина китай забирает территории будучи те территории д юров в российской федерации а де-факто уже в китайской федерации и российскими поездами вывозят туда лес и энергоресурсы то есть под что под то что или ты давай нам вот так вот втихаря сдавай территории под китай или мы их просто у тебя заберем просто отберем и тогда тебе будет стыдно перед всем миром а так тебе не стыдно суромана по договорен очки нахо натягиваешь пути рашку путинскую федерацию отдаешь китаю вот так поступает китай вот так поступил и ахметов в украине ну ладно там мы говорили об украине до четырнадцатого года там где вообще полный шароварняк полная маразмотея полный патроналистический непотизм массы рвотно-совковые тупые ничего не соображающие медиа скуплены все тем же самым ну не все наполовину поделены олигархами ахметовыми кто-то там убедить что-то оказалось который говорит что да и красным и белым давал свадьбу малиновки делал в украине так же как и ходорковский говоря давал деньги помогал и красным и белым буквально коммунистам и провидции чтобы они грызлись между собой а он в это время зарабатывал ну и нормально чтобы они были отвлечены ну биомасса вот это которая называлась национализма была отвлечена такой грызнёй чтобы задовольновала свои свою предстательку так сказать и вот они догрызлись до четырнадцатого года но теперь что то уже на шестом то году война и там где говорят что вот нельзя идти против россии потому что ядерно держала ну а божите ну в славянство взяли шли же против россии шли ну путиновской федерации шли взяли славянские все нормально шли бы и дальше если бы не порошенко если бы не пришел порошенко со своими подручными ахметовыми и тому подобное те которыми которым ему было привычно свое время буд будучи в уряде того же януковича урки позорного урки позорной урядины который сдал продал то есть даже в тех местах бы его просто замочили потому что это продажная гнида свинья продаж на и вот со всем этим энергетическим лохматребьем кто-то собирается проводить проваджу от и проводить рынок земли чтобы этот рынок земли превратился в энергетический рынок кто скуповал такого бабло у кого бабло у кого энергетика у того у кого энергетика тот и скупит и землю тогда уже герус будет ехать проситься путину на покаяние на коленочке чтобы он дал тише влегаться немножко но уже со львовской области там где это областям путину нафиг не нужно как он сам говорил при до по оккупации и тогда он как обратиться что стоп позвольте на аудиенцию путину а путин скажет ну хорошо езжая вот через лендеры londrn и но скажу то там страшно там же бандитизм чисто там же клака бандитская в эндерне он скажет ну нет это же ваша территория езжайте то как и наши уже давно не наше нет вашу я настаиваю это вашу территорию визжать еще раз них едет и едет Герус тогда через Лендерне и проезжает вообще в одних этих панталонах к Путину. Ну, то есть, осмешивает уже даже не всю Украину, потому что уже вся Украина будет скоплена кем? Ахметовым и тем же Путиным. Сотрудникам Путина, который в дележке, который в схеме с Путиным участвовал в такой, что он наращивает, наяривает цены и тарифы. То есть, работает в тандеме, в поддельниках, в сотрудниках у Путина, чтобы быть плохим полицейским, потому что он же ничего не боится, у него тетухан, у него там банды там свои, орды и тому подобное. И наяривает цены тарифы на энергоресурсы в Украине. А греться же нужно украинцам. И правительство, бля, такое правительство, бежит к Путину за десовым газом. То есть, сепар, предатель Ахметов, он неможливый ту схему, чтобы переходить на альтернативный, не газ дешевый, дешевый такой, сепарский газ Путина, а на более альтернативные источники энергии. Он это не позволяет, он постоянно эти альтернативные поднимает, нахуй, потому что он нихера не боится. И правительство бежит к Путину, а тот говорит, а я добрый полицейский, хорошо, я вам дам дешевый газ на годик хотя бы. Ну а вы давайте мне на 400 лет, а, сори, на 40 лет Крым. И чтобы в Крым не порушили договоренки, следующая власть, потому что у нас власть меняется, ну с одной на такую, на вот такую, на другую. Делается пожар на Донбассе, война. Чтобы не рыпались, освобождать Крым. Когда придет другая, более-менее какая-то, которая осмелится освободить Крым, власть украинская, чуть-чуть про-украинская хотя бы. А Олюхи, бывшего царя, Николая, бывший феодализмом, там, короче, и тому подобное, уже не важно, потому что Магдебургское право в одно ухо влетело, в другое вылетело. И осталось такое все везде. Взять область, там, где он курировал, этот Ляшко, плохой человек. Это ж Олешковский район, там, какой-то, я когда-то репорт делал, что там водила выкинул, ну или она сама якобы, типа, вышла. Да, мы знаем, как они сами выходят. Ребенок, потом он замерз в лесу насмерть. Вот. Это ж в его Олешковском районе, Ривенская какая-то область, там, тотально выныщают землю украинскую, себе на карманы выкапывая, блин, бурштин. Себя на карман. А этот Ляшковский кричит, защита, герус, деньги, летишь, летаешь, куда-то там летаешь. А в его районе, в этом Чаморосном, Ляшковском районе, творятся вот такие вещи. Просто уничтожается земля, бабки идут кому-то куда-то на карманы, и не на войну даже. То есть, полный капец, там даже слов, нет, не о чем даже говорить абсолютно. Это вообще полная деменция и полный делириус. Ну, самое противное, самое, блин, положение состоит в том, что, блин, это всем нравится. Потому что, ну, тупые олухи, пост-биомасса, пост-рабы, они смотрят в те телеканалы, которые скупил тот самый Ахметов. Там первые, раньше сейчас, не знаю, там, Украина и тому подобное. Украина называл. То есть, он скупает телеканалы, на них делает, делает свои подставные уткофонды. Так и Хвонд Ахметова, который, блин, проводит чувствительные чувства, такой музыкой, трагической, такой жалостливой передачи, что он едет куда-то, вот недавно, буквально, случайно переключил, смотрю, в Константиновке где-то женщина осталась на серой линии размажевания. Да, это, блин, помогать нужно, конечно. Ну, кому нужно? Это что, получается, если Чикатило, там, или другой, там, Держану Израдник, или как вот в Америке сажали, там, который продал секрет атомной бомбы коммунистическому режиму, или другие преступники, он создает свой фонд, и все жалобливы, так вот, да, он с этого фонда делает пиарские жалобливые передачи, и все млеют над ним, да, какой он хороший, блин, цветочки, тетёшки, помогаем, трикопеечки, а то, что из-за него война, из-за сепара Ахметова. Произошла из-за такой вот схемы, что он скупает, скупил, сделал там сепарский, сепарскую клоаку, партию регионов, которая за отделение этих территорий Донбасса, Путиновской федерации террористической. На это, как бы, никто ничего не обращает, и до сих пор внимание, вот же в чём маразм, бойцы гибнут, отдают свою кровь на фронте, защищая Украину, суверенную Украину, как и ООНУПА защищал, а так же, как и бойцы, простые, простые ребята, люди. Бойцы Красной Армии защищали Украину, тогда несуверенную совковую Украину, коммунистическую, но с тем, что она потом, что вот там враг, в телевизии, в телебачи мне сказала, вот там враг, вот как в армии нас учили, там какие-то манёвры, занимать сопки, вот там французы, там итальянцы, там англичане, вот такая идеологическая установка. Думаю, ни хера себе, вот это маразм, блин. Ну, чтобы, все же понимали, что это туфта чистая. Ну, хер с ним, блин. Понятное дело, что всё это распалось, потому что вся эта коммунякия держала деньги там, в Англии, в Италии, в офшорах и тому подобное. Вот он тримал и там бабло своё, ну, наворованное коммунякией, грёбанной, сраной портократии, в то время, когда те же простые бойцы гибнули, гинули, кровь миллионами отдавали, а они потом их всю страну обокрали, блин, обосрали, блин, обкоммунячили, блин, потому что шли на фронт и православные, и католики, и греко-католики, блин, и кто только на фронт не шёл, чтобы освободить землю. Ну, понятно, оккупация была, а до этого и советская оккупация, голодоморная, поэтому не так охотно шли, а чтобы охотнее шли, делали, блин, как бы защищая коммунизм и прот развертки, да, как бы шли, ну, а чтобы охотнее шли, делали заградотряды и тому подобное, ну, суть сейчас именно не в этом. Посмотреть на весь маразматический, маразм клинический сегодняшней ситуации, что на Гировса набрасывается шавка Ляшко, шавка Ахметовская, выходит, а он сам летит, а этот с охранником, со своим миньоном, который накидывается, чтобы сделать себе промпиар ролик, чтобы понтанулся, чтобы опять на выборы когда-то прийти, сука, то есть, выходит, что у Зеленского что, нет силовиков теперь, что он вынужден бегать через Гировса, попрошайствовать энергию для Украины, для предприятия Украины, чтобы была какая-то энергетическая независимость, чтобы реформы проваджуты, как и было обещано, выполнять свои обязательства, значит, выходит, что или силовики в сговоре с Ахметовым, значит, тогда их нахер менять нужно, этих силовиков, потому что они никакие, потому что они, это, блин, дерьмо, оно тянет только вниз, или получается, это какая-то тупая политика самого Зеленского, который не понимает в чем-то, недопонимает, но это же два плюс два, видно, что это же против его власти действует. Скоро, так же, как быстро, скоро и Порошенко сдавал территории, которые были вообще не под оккупацией, не было там анисепара, ани российского, российско-путиновского рашки, кутерашки сапога, а он их сдал в договоревке за свои барыжные интересы, которые в России и в Крыму, то есть, я не думаю, что бы Зеленский согласился из президента Украины стать просто шавка губернатором какой-то Галиции или Одесской области назначенным, потому что его же там по-любому никто не изберет, потому что он сам впроваджует, проводит такую политику, что немощные силовики, так же, какие-то силовики, такие силовики Ющенко в свое время сдали прокуратуру, ШКО, со всем этим сепаровским движением Януковича, а уже шли ВВ, внутренние войска в Киев, бучу сделать, какую-то, отобрать Украину, нет, не отобрал, потому что никакой, и сейчас вот этот никакой то же самое сидит у Зеленского, тоже никакой получается, что опять на поклон Путину за дешевым энергоресурсом, там, газом, шмазом, чем угодно, при том, что он не может у себя, в своей же Украине, украинцы своей же Украины не могут подвинуть этого или национализировать этого Ахметова, который прибрал абсолютно незаконно в свое время через Кидалово, через там взрывы там на стадионах, там, Брагина, Ахмата, Ахмета, короче, через силовое давление бандитское, уркогатское. Это было через подставные суды, то есть все это можно поднимать, если кто хочет юрисдикцией этой заниматься, казуистикой вот этой. Но сначала нужно забирать энергоресурсы, чтобы в Украине они были, ну, конкурентно способны перед другими даже вообще лечебными странами, в которых вообще нету и намек столько энергоресурсов. И то же самое будет с землей, с рынком земли. Будет через, летать через латифундов, через лендернерию, будет стучаться герус, лендерне, пустите меня проехать, ку Путина на коленках газ попросить, лендерне, пустить меня. то есть, самый первый признак квази-псевдо-крипто украинского национализма это отдать свою кровь, воевать, как за аэропорт Донецк, но забыть, отвоевать то, что внутри Украины, что было, чем воевать, что было, кто патроны подносил, кто бы их делал, изготавливал эти патроны для борьбы и дальше, и дальше, и знания оккупанта Путятинской Федерации с Украиной. Вот об этом забывается. Почему? Ну, потому что что-то ж не так с людьми. Они простейшей истины вот этой не могут понять. Потому что приходят в силовые ведомства, становятся с силовиками и забывают обо всем вообще, кто они, как их звать, где родились и тому подобное, они просто становятся барыгами. И это их барыжничество просто их поглощает. И вместе с этим поглощает карманы украинцев, поглощает обороноспособность Украины и вывозится все это поглощение этих тупых никчемных силовиков на офшоры. Ну, это как 2 плюс 2 и опять 25. Теперешние силовики, но в натуре отсталые, как жирафы. Они думают, что они пришли от Януковича, были при Януковиче, сдали какие-то позиции, пришли, стали опять погоны им, звезды дали, повысили звание, и они снова думают, что можно так же пастись на олигархах, на предпринимателях, на всех пастись, потом заработать себе какой-то маеточек, на этих процентов от коррупционеров, от взяточников, за закрытие или не открытие там дел против этих, кидал всех коррупционеров, бандитов всяких, и потом легко себе валить на запад и жить там. А тут будут бойцы бороться за Донецкий аэропорт. В шок. Просто шок. В шок. Просто, ну, невозможно описать. Это просто неописуемый шок. Это делириус, это маразм, чистая клиника, это хоррор, в котором очутились все жители и не замечают, что это такой бред. Ну, ладно, там биомасса, которая, ну, ей вообще пофигу, в каком болоте она нерестится, живет, блин. Ну, а нормальные то националисты должны на это обратить внимание за почти 30 лет независимости. Ладно, там 30, хотя бы с 14-го года должны что на это обратить внимание? Нет. Не Гавгар, дыр-дыр, блин. Им подсыпает технология Клофарта, грязного, блин, политтехнолога, блин, черного, блин. И они гавкаются между собой, гавкаются, гавкаются, а их потихоньку этих тупых, гавкающихся, подбирает к себе Лендер-Эне, ЛДНР. И потом их вязницы на подвалы, они потом плачутся, пишут книги, вспоминания, моя жизнь в борьбе. Да в какой борьбе? В той, которой ты вот при своей жизни, в которой ты должен бороться был в своей ныньке, за свою ныньку, своими ресурсами, своими, нет, тебе потом приходится бороться против чужой армии, нахера, когда нужен порядок сначала в своей армии, в своем, в своем политике, в своей энергетике навести. А это что значит? Ну, хотя бы снационализировать на время, снационализировать от сепарства, от рыговских сепаров, на какое-то время снационализировать экономику и энергетику, хотя бы с этого начать. После этого, к сожалению, тупое, совковое биомасничество, кричишь, давайте к этому, ко всему, вот этому энергетическому сепарству подключим еще и земельное сепарство. вообще полная клиника. Это настолько осуществимо и настолько, ну, не то, что там легко, что у нас нелегко, у нас все нелегко, но это вполне реально делается. Вот в Ужероде меня когда-то еще в начале 90-х, в центре Ужерода или Лебвагина, вот не помню как фамилия, но классный мужик помер потом, к сожалению, ну, сколько лет уже, то он рассказывал, как коммунисты брали к себе в партийные органы управленцев областью вообще из забитых далеких хуторов, пастухов каких-то, горных баранов или овец, которые там пасли, крестьян, пастухов, которые пасли там стадают их овец, баранов, то есть они брали их, отмывали, надевали пинджачки, обучивали какое-то время и они им служили верой и правдой, купаясь в море этих местных проституток, в кокаине и тому подобное, в бабле, потом строя себе маедки, то есть они служили и исполняли им, камнякам, то, что и належало камнякам этим делать свою политику. Управленцы были вот так рады аж вообще, а современные вот эти управленцы, им нужно миллиарды, миллионы дворцы, в яхты, там, в Испании, то есть охренели вообще. И за что? За предательство чистой воды. И никто их не наказывает, потому что этих пастухов чуть что не так, он кок и ныма. А тут никто не кок, не мог, не шпок, а там они себе плавают, себе на миллиарды, свои поколения сраные, этих вонючих, блин, семейки, блин, воровские, такие же, содержат, поколениями и поколениями на вороваш украинских, украинских денег на крови. Тут все очень колоровно и просто и чисто. Берешь силовика, чистильщика реального, даешь ему потом за работу проделанную или во время работы нормальные дивиденды, те же самые миллионы. Но он сделает эту работу и останется в тишине, где-то далеко от глаз проживать. Но он сделает работу, вычистит эту Украину. Вместо этого все наоборот. Ставлятся, они грабят, обворовывают, что дают подпедставы казус были для сепаров и для путятины. Заходить сюда, отбирать территории, энергетику все забирать. То есть анархию делают абстракции вообще из Украины и всех украинцев, которые ни в гугу не дуют, потому что им скупленные масс-медиа выдают жалостливые под музычку красивую, печальную программки, которые восхваляют этих же воров, которые над ними пасутся и делают из них быдло чистой воды. А продажные сошки, сучки, политологи этих олигархов, продажных сепаров, любят сравнивать. А в Америке тоже все приватное. Да, все приватное. Но к ним не заходит несчастная банда сепаров и не отбирает территории их. Редактор субтитров Корректор А.